Девушки отдыхают Семана VII в 1186 году наибольшего расцвета достиг XIII веку. Здесь проживало более 12 тысяч человек, но, как и весь город Ангкор, в середине XV века был разрушен сиамскими войсками и заброшен. Расчистка комплекса была начата в 20-х годах XIX столетия. Однако специалистами, проводившими работы по восстановлению Топрума, было принято решение не менять кардинально внешний вид храма и его окружающую обстановку. Поэтому сегодня это единственный храм, поглощенный джунглями, стены башни которого опутали корни деревьев. И сделано это было сознательно. Отчего он, наравне с Ангкор-Ватум, считается самым популярным местом паломников, посещающих Ангкор. Спиналонго, Греция Это греческий остров, расположенный напротив деревень Плака и Элонда, в восточной части Крита. В XVI веке венецианцы превратили остров в неприступную крепость, контролировавшую вход в залив Элонда. Причем остров не всегда был таковым. По сведениям венецианского картографа Винченцо Коронелли, в 1526 году венецианцы решили отделить часть полуострова Спиналонго и создать остров для усиления защиты Порта Элонда от постоянных пиратских набегов. А в 1903 году остров был превращен в колонию для прокаженных. Лекарства от этой болезни тогда еще не существовало, поэтому все подхватившие заразу считались неизлечимыми. Спиналонго же представлял собой идеальное решение для изоляции больных и для спокойствия здорового населения Крита. Плавающий лес, Австралия Списанный корабль СС Айрфилд, пришвартованный в устье реки Парамата, впадающий в залив Хоумбуш на севере-западе Сидное, опутан густыми мангровыми зарослями высотой в несколько метров. Длина корабля, похожего на плавающий лес, составляет 80 метров. Части корпуса напоминают пейзажи затерянного острова, потерявшегося посреди городских джунглей. Массивный 1140-тонный корабль был спущен на воду в 1911 году в Великобритании, а спустя год зарегистрирован в Сидное как судно для перевозки военных припасов. Корабль был списан в 1972 году и с тех пор украшает устье реки Парамата. Нара Дримленд, Япония Это заброшенный парк развлечений. Он был построен в 1961 году. Дизайн и планировка парка очень напоминают калифорнийский Диснейленд. Здесь также имеется свое вагонное депо, замок спящей красавицы, крутые виражи горок и монорельсовая дорога. Его закрыли в 2006 году, так как содержать парк было совсем невыгодно. Все работники и гости просто покинули это чудное место и больше сюда не возвращались. В настоящее время Дримленд охраняется полицией. Остров Годжи, Китай У восточного побережья Китая есть маленький остров Годжи, который является частью группы около 400 островов Шэнгси. На острове сохранилось несколько самых красивых на всем архипелаге заброшенных поселений, по которым приезжают гулять любопытствующие. Жители острова оставили его в 90-х годах после экономического переворота, случившегося в Китае. В следствии чего добыча рыбы вручную стала невыгодным занятием. Постепенно, день за днем, ползучие растения, такие как плющ, покрывали стены домов. Природа отвоевала обратно свою территорию и превратила деревушки в сказочную страну. К слову, уехавшие рыбаки на острова Шэнгси наведываются регулярно, так как рыбы здесь полно. Отель Дель Салто, Колумбия Отель был построен в 1923 году в 30 километрах к югу-западу от Богаты, возле живописного водопада от Экендам. Расцвет отеля пришелся на середину прошлого века. Тогда вдоль Сальто было 18 апартаментов с ванными комнатами и каминами, ресторан с террасой, а также многочисленные подвальные помещения. Симбиоз красоты природы, мощи водопада и современного гостиничного комфорта привлекала путешественников со всего света. Это продолжалось до тех пор, пока в отеле не стали происходить загадочные смерти. Историки в легенды не верят и связывают падение популярности отеля с загрязнением канализационными стоками устья реки Богаты. Из-за этого вокруг отеля появился зловонный запах, но менее красивым это место от этого не стало. Сейчас Институт естественных наук Национального университета Колумбии проводит огромную работу по очистке Богаты и ее притоков. Власти надеются, что отель снова привлечет туристов и обретет вторую жизнь. Это один из фортов Панхалгада в городе Калхапури, неподалеку от Мумбай. Форт расположен на вершине высокого холма и представляет собой уникальный памятник архитектуры. Ежегодно он вызывает огромный интерес у многочисленных любителей сложных походов. Чтобы преодолеть трехчасовой подъем на вершину, необходима изрядная выносливость и физическая подготовка. Ведь путешественникам приходится карабкаться по узким ступенькам лестницы, вырубленной в крутом склоне. Форт Калавантин-Дур входит в систему фортов Панхалгад, которые были построены династией Шелахара на рубеже XII-XIII веков, в наиболее важных со стратегической точки зрения участках. Колодец посвящения. Португалия. Колодец посвящения расположен на территории дворца Кинто-Дарри-Галейра в городке Синтра. Своё название этот архитектурный объект получил благодаря предположениям, что в нём проводились таинственные обряды посвящения масонской ложи. Высеченный в скале колодец внешне похож на перевёрнутую башню и имеет глубину около 30 метров. Он состоит из спиральной лестницы с резными колоннами. Конструкция, спускающаяся вниз галереи, имеет динамичную форму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова